Сегодня в Свердловском областном суде получил свой приговор Герострат Душегуб собственной семьи, реально претендовавший на пожизненное заключение за то, что фактически сжег собственную жену, а тещу и маленького сына попытался убить поджогом своего дома, однако их спасли. Мы уже рассказывали об этой жуткой истории, приключившейся в Волчанские, сейчас напомним по случаю приговора. Эта беда произошла день в день ровно год назад, 23 ноября 2020 года. Тогда в гости к своей дочери, 30-летней Ирине, по мужу Аксеновой, приехала 60-летняя Елена Вилкова, теща ныне приговоренного 34-летнего Аркадия Аксенова, уроженца Тавды, куда в семью его сестры отправились двое из трех сыновей этой пары, сразу после случившейся трагедии. Где-то около часа пополудни, когда глава семьи, жена и теща сидели на кухне избы на Гоголе 26 в Волчанске, там началась очередная ссора, причем родная жена Аркадия заняла сторону его тещи, чем окончательно вымесила его, до такой степени, что он заявил женщинам, что сейчас сожжет их. Теща в сердцах воскликнула «Жги», чем подписала смертный приговор дочери. Взбешенный муж вылетел из хаты, в сарае схватил 10-литровую канистру, где на мотоциклетный манер 92-й бензин был смешан с моторным маслом. У нее было там 3-3, ну 3,5, может, там бензина было из запахки, из бензопилы. В момент ссоры зятя с тещей, вспыхнувшей перед тем, как на той же кухне вспыхнул бензин, сыновья 11 и 5 лет от роду были один в школе, другой в садике, и тем самым им довелось избежать всей этой жути, а возможно даже собственной гибели. А их средний, 10-летний брат, числился на дистанционном обучении, и поэтому в тот момент мирно спал в самой дальней от кухни комнате. Тем не менее, и он едва не погиб во сне из-за того, что туда натянуло угарный газ, когда родной папа поджег бензин. На почве ссоры мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость в указанном жилище, после чего он поджег ее. Я забежал, открыл ее, присканул на пол. Разлилась жидкость там? А я уже сейчас даже не вспомню, если у вас нет. Из канистры вылилось. Вы бросили канистру? Нет, я сначала присканул полчаса, а потом бросил к окошку. Побежал к печке, взял зажигалку, печка горячая была. А я стоял здесь, чикал, а раз здесь зажигалку. Так, еще раз, где бересту взяли? За печки, вот здесь, воня, трубы лежала у нас в берестах. Там, постоянно, бессал, потому что у нас, мы постоянно печку топили. Как раз в этот момент печка топилась, потому что у нас тут башка стояла вот эта вот, с водой там. Теща попыталась было убежать, но Герострат с криком «Задыхайся» затолкал ее в подпол, сам вышел наружу и оттуда подпер дверь. Потом, говорит, похватился, одумался и попытался тушить огонь, закидывая его снегом. При этом и сам обгорел так, что 10 месяцев провел на больничной койке, прежде чем попасть в следственный изолятор. Ну, а его жена, в убийстве которой с особой жестокостью, общеопасным способом, Аксенов был признан виновным сегодня, спасая мать и сына, совершила настоящий подвиг. В свою очередь, Аксенова, получив значительные ожоги пламенем, смогла выбраться из горящего дома через разбитое ею деревянное окно, но своевременно сообщить о пожаре и позвать на помощь. В связи с чем Аксенов свой преступный умысел на убийство Вилковой и малолетнего Аксенова довести до конца не смог, по независимым от него обстоятельствам. Вследствие того, что прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарно-спасательной части, потерпевшие Вилкова и малолетний Аксенов, были извлечены из горящего дома. Пострадавшим в своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, они госпитализированы в Краснодаринскую городскую больницу. Из этой больницы на вертолете ребенка с отравлением продуктами горения доставили в Екатеринбург в 9-ю детскую больницу в состоянии средней тяжести. Его, а также его 60-летнюю бабушку, получившую 70% ожога в поверхности тела, врачи сумели спасти, а вот их дочь и мать, 30-летняя Ирина Аксенова, через 6 дней в больнице скончалась. Ее муж на суде виновным себя согласился считать лишь частично. Дескать, убивать я никого не хотел, собирался только попугать женщин, но перестарался. В итоге за убийство жены, за покушение на убийство тещи и сына, за умышленное уничтожение чужого имущества Свердловский областной суд приговорил Аркадия Аксенова к 12 годам в колонии строгого режима плюс полтора года ограничения свободы по освобождении. Пока в законную силу приговор не вступил, ну а намерение обжаловать его ни одна из сторон не объявила.